Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале заметки нумизмата. Продолжаем разговаривать про необычные свойства золотых монет времени Николая Второго и различные их вариации. И сегодня поговорим про такую интересную особенность, как написание буквы Ры в гуртовой надписи. С 1901 года золотые монеты и монеты других номиналов Российской империи выходят знаком Минсмейстера А.Р. Александр Редько. В частности, 10-рублевые монеты с таким знаком выпускались с 1901 по 1904 год. Причем наиболее распространены монеты с датами 1902, 1903, тираж монет 1904 года. Вообще, гораздо меньше эти монеты, относительно редкие и дорогие. И отдельно надо сказать, конечно, о 10-рублевых монетах 1901 года. Не все считают их сильно редкими. Тем не менее, в хорошем состоянии эти 10-рублевые монеты встречаются нечасто. И все-таки ценятся несколько выше других своих собратьев. Но существует особый вариант написания буквы Ры, который один из исследователей условно назвал Ры в форме флажка. Сейчас уже так и говорят. Ры флажок или Ры флажком. Встречается такое написание на некоторых монетах, не всегда обычных. В частности, в данном случае я представляю вам две такие монеты. Это 10-рублевые монеты 1901 и 1904 года. На обоих этих монетах написание Ры именно в форме флажка. И обе эти монеты имеют характерный портрет «Малая голова», он же итальянец, он же лампочка. Есть различные версии по происхождению этих монет. И учитывая, что эти монеты с таким вариантом портрета, скорее всего, отчекались позднее реальной даты, то кажется все вполне объяснимым. Однако встречается и монета 1902 года. Также с буквы Ры в форме флажка на гурте и совершенно типичным, характерным для этого времени, поздним портретом. Точно таким же, как и на других 10-рублевых монетах 1902 года. Загадка? Возможно, также монеты с специальной гуртовой надписью, с особой формой буквы Ры, были начекайны в какое-то другое время. Тем более, что часто они отличаются несколько технологически от других своих собратьев. Это, конечно же, мы еще будем выяснять. Ну и совсем уж редко встречаются 10-рублевые монеты 1901 года, также с поздним портретом, но буквой Ры в форме флажка в гуртовой надписи о знаке мецмейстера А.Р. Поэтому, рассматривая 10-рублевые монеты времени Николая II, обращайте внимание на различные факторы. Не только на сочетание портрета и орла, даты, не только на сам знак мецмейстера, но и на форму его написания. Монеты с вариантом гуртовой надписи, где Ры изображена в форме флажка, в целом встречаются реже и оцениваются выше. Ну а уже эстетические их особенности мы, наверное, не будем обсуждать. Здесь каждый волен решает, нравятся ему такие монеты или нет. Успешного вам коллекционирования, заходите на наш канал, подписывайтесь, будем рады вас видеть и надеемся, что наши выпуски вам понравятся. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok